МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Актура в поселке Многодетных на улице Нижегородской полностью готова. Транспортную завершат к концу года. Владимир Еминцев рассказал депутатам о том, какие объекты капитального строительства выполнены в этом году, а какие готовятся к сдаче. Так завершена реконструкция общежития на Менделеево-54. Введение здания в эксплуатацию позволило разгрузить очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Полностью закончена реконструкция лыжной базы. С опережением графика возводится школа на улице Зорге. А вот с благоустройством набережной в районе Маслихинского моста не все так гладко. Трудно с ними приходится встречаться, потому что мы это постоянно указываем и так далее. Подрядчик пришел из Смоленска, но не готовый к таким видам работ не только по своему техническому персоналу, но и по квалификации, и по финансовому состоянию. Поэтому очень сложный объект дается. Большая часть работы выполнена. Стались лестничные сходы, без которых объект не сдашь. Завершается реконструкция здания механического обезвоживания и осадков сточных вод. Объект ремонтирует на средства, выделенные по программе «Чистая Волга». По ней же идет реконструкция канализационных очистных сооружений. Работа рассчитана на три года. Объект находится под контролем губернатора и министерства ЖКХ. В этом году мы решили начать благоустройство бульвара 15-го микрорайона. Проект давно. Потребности в данном объекте, они налицо, потому что еще когда садик построили восьмой, было понятно, что подходов к данному объекту с трех сторон нет. По словам Владимира Еминцева, объект будет готов к сдаче, как только закончит устанавливать осветительные опоры. В следующем году планируют начать строительство дорог на Чапаево к новой поликлинике Негина, реконструировать стадион у седьмой школы и благоустроить детский парк Насосино. На ремонт дорог в следующем году планируют выделить 27 миллионов. Однако, как отметили депутаты, этих денег мало. Обсуждение бюджета продолжит 1 декабря. Канал 16 будет вести прямую трансляцию с заседания в своих группах в социальных сетях и в Ютубе. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Розовые стены, лестница ручейком и окна шестигранником. К счастью, больше без подковы. Угловой дом на улице Московской знает каждый саровчанин. Больше 30 лет здесь соединяют сердца и судьбы. Отмечают главные вехи жизненного пути человека от начала и до самого конца. А сейчас на пороге радостных событий стоит и сам городской отдел ЗАГС. Здание ждет первый за 20 лет капитальный ремонт. Обновят как внутреннее убранство, так и внешний фасад здания. Кому-то мы ходим на свадьбу друзей, родственников, ассоциация именно с ЗАГСом, с торжеством с каким-то, именно со свадьбами. Поэтому хочется что-то светлого, солнечного. Я думаю, что цветовая гамма будет утверждена с учетом мнений жителей города, конечно. Все концепции, которые саровчане уже успели увидеть и обсудить в интернете, носят исключительно ознакомительный характер. Так что раньше времени бушевать не стоит. Проект будущего капитального ремонта еще прорабатывается. А поскольку городской отдел ЗАГС напрямую подчиняется региональным властям, то их сроки будут зависеть от тех решений, которые примут в Нижнем Новгороде. В этом году очень хотелось бы утвердить дизайнерский проект «Смету» в Нижегород-Смете. И только после этого, в 2021 году, будет решаться, в какой период начнется этот капитальный ремонт. Потому что надо вопрос тогда ставить, будем ли мы переезжать в другое здание или на время вот этого капитального ремонта останемся здесь, потому что работа ЗАГСа не может быть прекращена, независимо капитальный ремонт или еще какие-то условия. И она идет полным ходом. С небольшой поправкой на эпидобстановку. В соответствии с указом губернатора, отдел ЗАГС принимает граждан только по предварительной записи. За исключением случаев государственной регистрации рождения и смерти. Торжественные церемонии бракосочетания тоже никуда не делись. Вот только большую компанию, как раньше, собрать пока не получится. Один человек на 4 квадратных метра. То есть, если у нас зал бракосочетания, ну, где-то 44-45 квадратных метров, ну, вот в зале на торжественную церемонию обычно присутствует 10 человек. Это с учетом жениха и невесты, ведущего торжественной церемонии и приглашенных их гостей. А пока остается надеяться, что в следующем году коронавирус будет повержен. Все ограничения снимут, а произносить свои клятвы молодожены будут в красивом, обновленном и современном здании ЗАГС. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Нам приходится обходить далеко. Почему я на Курчатова должна идти вон туда? Мы все должны идти туда. Мы здесь ходили, нам тут рядом, тут два магазина, там третий магазин, остановка. Евдокия Ивановна едва сдерживает эмоции. Всему виной печально известная стройка на углу улиц Московской и Курчатова. На протяжении нескольких лет бабушка и ее соседи вынуждены мириться с тем, что вместо зеленого пригорка под их окнами ощетинившийся арматурой котлован. Огороженная территория давно превратилась в свалку. Отрезала короткий путь до близлежащих магазинов, а однажды едва не привела к трагедии. Все дело в том, что на третьем этаже, в крайней квартире у нас был пожар. И в результате пожарная машина не могла подъехать сюда. Им пришлось останавливать машину на Курчатова здесь, демонтировать лестницу и все тащить. Это вот хорошо не было открытого пламени. А если бы было? История с незавершенной стройкой на перекрестке улиц Московской и Курчатова тянется больше пяти лет. Все это время вопрос находился в подвешенном состоянии. Но, кажется, сейчас лед все-таки тронулся. На днях Министерство имущественных и земельных отношений подало в Нижегородский арбитраж два иска. Первый – о признании права собственности на объект незавершенного строительства отсутствующим и об освобождении земельного участка. Как рассказал нашему каналу депутат Городской думы Алексей Волгин, если требования удовлетворят, события будут развиваться по четкому и понятному алгоритму. По практике происходит следующее. Суд принимает решение об освобождении земельного участка и предлагает, точнее, обязывает застройщиков земельный участок освободить и облагородить его, привести в первоначальное положение. Если же он это не делает, и это также прописывается в решении суда, то с таким правом наделяется Министерство имущественных отношений, которые за счет бюджетных средств восстанавливают земельный участок и эти расходы опять же перекладывают на застройщиках. Взыскивают их тоже в судебном порядке. Второй иск, с которым региональное министерство обратилось в суд, касается неосновательного обогащения. Речь идет о сумме с пятью нулями, которую мог бы получить городской бюджет. Происходит пользование земельным участком, и за него должна платиться аренда. И в какой-то момент мы направили запросы в органы, власти, в том числе Лежгородской области, в нашей КУМИ, запросили информацию об уплаченной арендной плате за данный земельный участок. Выяснилось, что за четыре года застройщики, арендаторы этого земельного участка не заплатили ни рубля, и в итоге у них уже долг более 700 тысяч рублей на текущий момент. Как показала практика, такие дела арбитраж рассматривает несколько месяцев. А значит, уже следующей весной Евдокия Ивановна и ее соседи наконец-то смогут вздохнуть спокойно. Но не будем забегать вперед. Константин Перевозчиков, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Беседы с врачами, спортсменами, деятелями культуры, экскурсии по Сарову, обсуждение острых вопросов с депутатами и представителями администрации. Команда канала «16» на протяжении 26 лет освещает все самые важные события города. Это единственный, наверное, с моей точки зрения, объективный источник информации для горожан. То есть это не просто подача информации того, как мы видим. Это попытка разобраться в любой ситуации, с любой проблемой. Объективное освещение информации, оперативность и молодой творческий коллектив, который готов работать и сотрудничать как с бизнесом, так и с властью, так и с любым горожанином. Репортаж или телевизионная передача – итог работы большой команды. Перед выходом в эфир ими занимаются журналисты, редакторы, монтажеры, операторы, ведущие, которые делают все, чтобы материал был интересным и полезным для зрителя. В коллективе всегда рады новым кадрам. Корреспондент Анна Пилипец совсем недавно начала работать на канале «16», но уже успела погрузиться в атмосферу телевизионных будней. За пару недель уже влилась в основную работу. Я изучила, как делать сюжеты, я научилась работать в команде. И, конечно, мне еще очень много всего нужно узнать, очень многому научиться, но здесь хочется работать, здесь хочется развиваться, совершенствовать себя и искать какие-то новые формы выражения в журналистике. Сюжеты и программы, свежие кадры со съемочной площадки, опросы и статистика по коронавирусу. Все это можно увидеть не только в телеэфире, но и в интернете. Вектор получения новой информации смещается в интернет, в социальные сети, и поэтому мы тоже, как говорится, двигаемся в интернет, развиваем свои интернет-площадки. Это и YouTube-канал, на котором вы можете посмотреть все сюжеты, все выпуски новостей, все новые передачи, они оперативно там выкладываются. Это социальные сети, это группы ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Все это и есть, развивается, поэтому подписывайтесь, следите за нашими новостями, будьте всегда в курсе последних событий в городе. В новом сезоне мы запустили несколько новых проектов. В программе «Пешком по Сарову» мы открываем вам давно знакомые городские улочки и места с новой стороны. В лицах Сарова ближе знакомим с выдающимися земляками. Уже на следующей неделе вместе с юристом мы начнем рассказывать зрителям о законах, правах и о том, как их защитить в современных реалиях в проекте «Имею право». Дарья Кузина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В детстве Маргарита любила наблюдать за поведением людей и анализировать их поступки. Часто она задавалась вопросом, что движет человеческими чувствами, эмоциями и желаниями. Позднее простой детский интерес перерос в увлечение всей жизни. Ну все, я теперь буду психологом. Пойду учиться на психолога. Это было где-то около восьмого класса. И я цель исполнила. Я пошла в очень потрясающий вуз. Я его обожаю. Московский городской психолого-педагогический университет. У меня были просто потрясающие учителя, которые дали очень большую и сильную базу. Маргарита работает психологом уже 18 лет. В подростковом возрасте она заинтересовалась телесно-ориентированной психотерапией. Сейчас с ее помощью лечат пациентов. Я занялась йогой еще с подросткового возраста. И я поняла, что когда я работаю с телом, то у меня, например, страхи уходят, тревожность уменьшается. То есть вот эти блоки, которые возникают в течение жизни, они благодаря телесной терапии уходят. И я становлюсь более свободной, раскропощенной, тело мягким. Помощь психолога может понадобиться ребенку практически в любом возрасте, признается Маргарита. Например, социализация в детском саду и школе, первые друзья из Адиры и обидчики, плохая успеваемость и такой непростой подростковый период. Работа только с детьми она считает малоэффективной, поэтому в терапии участвуют и их родители. Первое, что нужно сделать, это найти с ним дорожку, к нему вот эту связь. Когда вот эта дорожка найдена, ребенок уже считает тебя за своего человека. И тогда можно делать все, что угодно. И развивать его, и помогать в терапии, если у него опыт травматичный был и так далее. Маргарита помогает как детям, так и взрослым. Сейчас самый распространенный страх большинства пациентов – коронавирус. Дети реагируют на сложившуюся ситуацию острее родителей, поэтому психолог рекомендует спокойно объяснить им ситуацию и постараться не напугать. Анна Пилипет, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Это таинственное число будоражит умы исследователей на протяжении нескольких веков. Одни считают его строителем мироздания, другие называют числом Бога, а третьи, осознанно или нет, применяют его на практике и получают удивительные результаты. А Леонардо да Винчи утверждал, что это знаменитое число руководит всей Вселенной. Подробно о последовательности чисел Фибоначчи нам рассказали преподаватели кафедры высшей математики Саровского физтеха. Числовую закономерность в XIII веке обнаружил итальянский ученый Леонардо Пизанский по прозвищу Фибоначчи. Математик привел уникальную последовательность чисел, которые при постановке в ряд образуют линию цифр, каждая из которых представляет собой сумму двух предыдущих чисел. Соотношение рядом стоящих чисел будет составлять примерно 1,618. Эту закономерность можно увидеть и на другом примере. Если мы постараемся разделить буквально любой отрезочек в самом красивом возможном соотношении, вот так, чтобы прямо душа пела, играла, какие-то струны внутри резонировали, то мы обнаружим, что это соотношение будет выглядеть так, что большая часть так относится к меньшей, как к целой относится к большей части. Эту пропорцию еще называют золотым сечением. С точки зрения математики, это некая идеальная пропорция, к которой стремится все живое и неживое в природе. Согласно теории, соотношение частей тела человека от макушки до талии и от талии до пяток тоже соответствует последовательности Фибоначчи. Во время съемок мы решили проверить мою фигуру на идеальность, чуть-чуть не дотягивая по росту. В моем случае может помочь обувь на каблуках. На стремление людей обрести идеальные пропорции работают бьюти и фэшн индустрия, зарабатывают пластические хирурги, программисты создают приложение для фотокоррекции. Золотое сечение, оно отражает некую красоту и гармонию, которая присутствует в окружающих нас вещах, в природе, в том числе в строении тела человека. По принципам ряда Фибоначчи закручивается раковина-моллюска, движется спираль ДНК. Древние греки построили парфенон, а Леонардо да Винчи написал Джокондо. И даже яйцо соответствует этим пропорциям. Золотая пропорция, то есть вот это число еще называется золотой пропорцией, оно отражает, наверное, самый замечательный закон Вселенной – самоподобие. То есть малое подобно большому, большое подобно малому. И это развитие идет дальше и дальше. Вот как мы говорим по спирали, да, действительно по спирали, каждый маленький виточек спирали подобен большой. Расположение лепестков в бутоне, водоворот, форма галактики, здания и все вокруг, так или иначе, подчинено этому закону. Последовательность Фибоначчи можно увидеть практически на каждом шагу. Например, в том, как растут ветви дерева. Основной ствол будет расти до тех пор, пока не создаст ветвь. Та, в свою очередь, создаст еще две точки роста. И так далее. Все о числах Фибоначчи выясняли Елена Грецкова, Евгения Шевцова и Сергей Рябов. В Совете ветеранов города собрались пенсионеры, которые нашли место культурному, образовательному и творческому развитию. Они ездят на экскурсии в другие города, выступают с вокальными номерами, организуют вечера и провозят собрания для решения насущных проблем, участвуют в событиях Сарова. Тамара Барышева в Совете с 2009 года. Как закончила свою трудовую деятельность, я сразу пришла сюда. Ну, здесь мы с чем занимаемся? Мы, во-первых, помогаем и нашим ветеранам, как говорится, в этих условиях, и адаптацию какую-то, чтобы они приходили. Мы устраиваем какие-то праздники, праздники и Нового года, и Дню пожилого человека. И были у нас чаепития организованные от администрации, проводимые в мечте. Представители власти не раз выделяли членов организации за активную жизненную позицию и общественную деятельность. В этот раз пенсионерам 8-го микрорайона передали почетные грамоты, дипломы и медали. Присвоили звание «Заслуженный ветеран города Сарова». Эти награды, они же не просто так даются, они за определенную работу конкретно даются. Поэтому это очень важно для них. Поэтому мы хотели, чтобы быстрее это получить. Награда, она должна быть наградой. То есть, а в этом году, к сожалению, городские власти не смогли этого обеспечить из-за отсутствия средств. Праздничную атмосферу руководители Совета ветеранов создали самостоятельно. Вручили членам организации денежные премии, памятные подарки и цветы. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Прорисовка, грунтовка, лепка – этапы создания уникального панно. Для Елены Лемясевой это уже шестая подобная работа. С малых лет девушка увлекалась живописью. Закончила художественное училище. Борельефом и росписью стен Елена занимается с 2018 года. Пандемию подтолкнула к тому, чтобы кончить онлайн обучение. То есть, я по барельефу немножечко еще и поучилась, чтобы набраться навыков. Потому что все-таки, так я художник-живописец. И скульптура у нас была, конечно, в училище, но в малой степени. То есть, я там имела такие представления, интуитивные, наверное, больше. То именно обучение онлайн, оно придало немножко больше знаний. Изначально авторы проекта вместе с Еленой видели панно как микс росписи и барельефа. Но позже решили, что для полноты картины в объеме нужно выполнить не только деревья, но и храмы. Их девушка сделала в первую очередь. Создается сначала дальний план, так как там будет меньше всего слоя именно этой шпаклевки. И приближаясь, так же, как на картинах, приближаясь к переднему плану, вылепливается все больше толщина. Объемы чем ближе, тем более детальнее. То есть, если это деревья на переднем плане, то они будут максимально, там, листочки можно увидеть. В работе Елена учитывает все архитектурные нюансы храмов, прорабатывая деталь за деталью. Панно стало одним из элементов преображения православной гимназии за счет средств одного из грантов, которое выиграло учреждение в конкурсе «Серафимовская школа служения». Мы преобразуем нашу среду в гимназии и эстетически делаем ее именно соответствующей православной гимназии. Поэтому у нас центральное панно будет изображать Свято-Успенский мужской монастырь. И рядом с ним будут соответствующие стенды, рассказывающие о истории нашего монастыря, об истории создания города, о возрождении нашего монастыря. На этажах гимназии уже разместили настенные игры в виде шахматных досок и картины игумена Афанасия Тихонова. Подаренные автором. Также руководство планирует заказать новую мебель и обустроить зону ожидания родителей. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Выставка, которую вы сейчас видите на своих экранах, называется «Архидети». На ней представлены работы воспитанников архитектурно-художественного отделения детской школы искусств. И хотя такая экспозиция проходит в стенах художественной галереи ежегодно, эта выставка особенная. В год 45-летия детской школы искусств ребята и преподаватели стали триумфаторами международного архитектурного фестиваля «Зодчество». Самым молодым лауреатам чуть больше десяти, но они уже успели зарекомендовать себя как изобретательные и аккуратные мастера. Шестиклассница Алена Царькова представила на суд жюри трехмерный макет часов, выполненный в готическом стиле. Сначала мы выбирали стиль, потом делали рамки, потом здание, график расписывали, потом выбирали часы и затем часы делали объемными. Другой ученик детской школы искусств Александр Макаров решил совместить изобразительное творчество и архитектурные элементы. В его жирафе безошибочно угадываются знаменитые соборы Западной Европы времен Средневековья. А самый яркий образ – круглый витраж. Его еще называют готической розой. Мальчик почти интуитивно вписал в виде цветка, который архи-зверь держит в зубах. Как рассказал папа Александр, свой талант парень унаследовал от дедушки. Я ее рисовал примерно месяц. Самое сложное – это были. Это был самый жираф и эти розы. Преподаватель Людмила Самойлова не скрывает гордости за своих воспитанников. Она посвятила работе с детьми много лет и уверена, что успех каждого ребенка складывается из двух составляющих – усердной работы и качество, которое присуще только настоящим художникам. Конечно, желание творить – это впереди. Помощь взрослого, она помогает быть уверенным в своих силах. Научить, просто научить, можно какую-то механическую работу. А вот без желания, конечно, такого результата не получить. Отличный результат показали и старшие воспитанники архитектурно-художественного отделения. За проект музейно-выставочного комплекса «Панорама» Дарья Токтарова была удостоена звания лауреата. А Константин Степанов и Александр Благовай получили дипломы Союза архитекторов России. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Что подарить самому дорогому человеку на свете? Еще в детстве нам говорят, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. В него автор вкладывает частичку себя, своей души. Так мы без слов можем сказать о том, как любим и дорожим близким человеком. Будь это просто акварельный рисунок, открытка из картона или цветок из пластилина, для мам такие поздравления малышей бесценны. Многие бережно хранят их долгие годы. Мама – это самый родной, самый близкий человек в жизни каждого. И в это воскресенье вся наша страна отмечает добрый семейный праздник – День матери. Он сравнительно молодой, он был утвержден в 1998 году указом президента. И, конечно же, мы, детская библиотека, не могли обойти стороной этот день. И в рамках акции «Для мамы вместе с мамами» у нас стартовали творческие мастерские, арт-мастерские, особенный подарок для мамочки моей. Двери мастерских открыты для всех желающих с 19 по 28 ноября. Здесь работают четыре секции – сердечко в ладошке, оберег на счастье, открытка-коллаж и мамочке любимой подарют цветок. Мы, детские библиотекари, поможем сделать оригинальный творческий подарок, поможем с художественным оформлением. По всей библиотеке, а также в структурных подразделениях у нас созданы площадки. Где-то ребята делают поздравительные открытки, где-то букеты с бумаги, букет цветов, а где-то даже кукла-обереги. Настя Мещерякова каждый раз старается подготовить для мамы что-то особенное. В прошлом году она удивляла ее своими кулинарными способностями. Сейчас решила смастерить букетик цветов из бумаги. В секции мамочке любимой подарют цветок. Я сейчас делаю букет на ладошке, которую мы обводили сами. И я ей каждый год делаю подарки, делаю ей открытки, письма пишу и кладу их под подушку. И когда она просыпается, она видит то, что лежит письмо под подушкой и открывает и читает мою записку. Уже больше 40 человек подготовили подарки для своих мам. Арт-мастерские работают ежедневно с 9 до 18.00 в детской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Коньки, лыжи, сноуборд. Традиционные зимние активности. А еще бег и разминки на свежем воздухе. Тренировка на улице – хорошая идея, если вы грамотно подготовитесь. В первую очередь наденете синтетическую спортивную одежду. Хлопок здесь не подойдет, поскольку он быстро намокнет от выполнения упражнений. Потом будет долго сохнуть и забирать тепло. На голову подойдет синтетический шапчик, на ноги зимние кроссовки с хорошим протектором. Перед тренировкой на улице нужна домашняя разминка. На морозе разогреть мышцы будет труднее. Растяжка, бег на месте, прыжки, приседания. Все это можно сделать до выхода из дома. Важно выбрать безопасный маршрут. Избегайте скользких участков и ветреных мест. Скользких участков, понятно, делаем упражнения какие-то, либо бежим. Скользко, подскользнулись, подвернулись, упали, возможно, травмы. Дальше. Не рекомендуется бежать. И уж тем более идти по ветреному участку. В конце тренировки особенно. Потому что ветер очень быстро забирает тепло. И есть риск простудиться. Если вы никогда не занимались на улице и решили начать, тренировки нужно вводить постепенно. Организму необходимо время, чтобы привыкнуть к нагрузкам на холоде. Оптимальный старт – 10-минутные тренировки, которые можно увеличивать до 45. Заканчивать тренировки лучше в тепле. То есть рассчитывать маршрут, опять же, для бега, либо место для тренировки таким образом, чтобы все это заканчивалось максимально близко к вашему дому. Либо, то есть, ну, к какому-то теплому помещению. Чтобы по окончании тренировки вы быстро дошли до теплого помещения, поменяли влажную одежду, приоделись, ну, и сделали хорошую растяжку. Специалисты не рекомендуют занятия спортом на холоде людям, у которых есть проблемы с сердцем. Всем остальным упражнения на открытом воздухе помогут укрепить иммунитет. Фонд Майя медицинского образования и исследований обнаружил, что зимние тренировки могут снизить риск заражения гриппом на 20-30%. Последний домашний матч для футбольной команды нашего города начался с обороны. Соперник Богородский «Спартак» быстро включился в игру и начал забивать первые мячи в ворота соровчан. В результате к концу первого тайма табло показывало счет 0-5 в пользу гостей. В первом тайме, наверное, немного не угадали с составом, с позициями, какие-то мысли тренер не донес, видимо, до игроков. Но в перерыве поговорили, обсудили, что делаем не так, и на второй тайм вышли уже лучше. Даже, считай, если бы судья более внимательно смотрел, наверное, мы бы второй тайм выиграли по результату. Во втором тайме соровские футболисты действительно собрались. Начали атаковать ворота противника и даже забили два мяча. Но гости не дали ни единого шанса сравнять счет, а уж тем более обойти себя. Богородск закончил матч со счетом 2-7. Против нас сегодня была хорошая команда, пока действующий чемпион. И, в принципе, мы показали во втором тайме, что все-таки мы можем играть с такими командами. Но результат пока оставляет желать лучшего. Комплексно нужно подходить к вопросу. У нас и кадровые проблемы, и тренерские проблемы, и проблемы с финансированием. Но, надеюсь, смотрим с надеждой в будущее, в будущий сезон. Надеюсь, все получится. Перспективы есть. 1-9 в игре с волной М, 1-5 с салютом Сормова. Череда проигрышей для соровчан сказалась на турнирной таблице чемпионата Нижегородской области. Сейчас они занимают предпоследнюю строчку. Заключительный матч этого сезона наша команда проведет на выезде. Футбольный клуб «Саров» сыграет с выксовским «Металлургом» 28 ноября. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. «Саров-24». Я буду свистеть каждую минуту, предупредил Сергей Макеевичев перед началом интервью. Хоккеисты усиленно готовятся к началу сезона, а потому из времени на льду нужно выжать максимум. В этом году хоккейный клуб «Саров» снова будет выступать в высшей лиге. В чемпионате области примут участие только шесть любительских команд. В прошлом сезоне было восемь. Будет три круга. В том году играли два круга. Один дома, один на выезде. В этот раз будем играть кто-то один дома, лишний раз сыграет, тот на выезде. Интервью заняло всего три с половиной минуты, но все это время тренер не спускал глаз хоккеистов и постоянно смотрел на секундомер. Настрой на чемпионат у спортсменов как никогда боевой. Самый высокий всегда. Всегда бороться за медаль, всегда бороться за чемпионство. Немножко структура будет другая, поэтому плей-офф будет маленький, только выходят четыре команды. В честь Сарова на чемпионате Нижегородской области по хоккею будут представлять 30 спортсменов разного возраста. В этом году состав команды пополнили несколько новичков. Раньше молодые люди играли в юношеской хоккейной лиге. Дмитрию Фролову 18 лет. Он учится в Саровском техникуме. Хоккеем занимается с 7 лет. Ну это динамичная, быстрая игра. Здесь надо думать головой, быстрее работать ногами. Спортсмены тренируются с сентября. А так как днем они учатся и работают, то налет выходит, когда многие уже готовятся ко сну. Оттачивают точность бросков, прорабатывают технику приема и передачи шайбы. Все упражнения очень энергозатратные, но и соперники в состязаниях сильные. Первую встречу в рамках чемпионата саровчане проведут на выезде в Павлова 12 декабря. На своем льду они смогут принять соперников при более благоприятной эпидемиологической обстановке.